МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последние три месяца в полтора раза возросло количество россиян, желающих отдохнуть в санаториях Самарской области. В самих здравницах едва справляются с наплывом желающих подлечиться и отдохнуть. Учреждения принимают также пациентов, переболевших коронавирусом. Госпрограмма приобретения туристических путевок с кэшбэком для отдыха на территории России продлена до 31 августа. С 11 по 26 сентября в Самаре и в Тольятти впервые пройдет музыкальный фестиваль Шостакович и 20 век. В программу войдут 22 концерта, включая оперные и балетные представления, кинопоказы, публичные лекции и паблик-токи. О концепции фестиваля автору программы Тольятти Культурный рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Мы сегодня видим эту программу как очень насыщенную, да сложную, да не очень обычную. Многие из этих произведений широкому кругу слушателей неизвестны. Но фестиваль – это именно тот формат, который позволяет нам познакомиться с чем-то новым, с чем-то, что мы никогда не имели возможности услышать в Самарской области. И, конечно же, вряд ли еще когда-то такая возможность появится. Призываю всех не ждать последнего момента и брать билеты заранее. Нас ждет настоящий праздник, нас ждет настоящий мирового уровня фестиваль. И я рада, что в этом году он пройдет и в Самаре, и в Тольятти. Сама жду его с нетерпением. Пройди вакцинацию и выиграй 100 тысяч рублей. В России стартуют лотереи для тех, кто привился от COVID-19. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Розыгрыш будет осуществляться на официальном сайте лотереи bonus-за-здоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в средствах массовой информации. За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области убедительно просит жителей региона воздержаться от поездок в лес. Это связано с установившейся жаркой и сухой погодой. На территориях всех муниципалитетов области установлен высокий пятый класс пожарной опасности. Синоптики ранее сообщили, что в период с 17 по 22 августа в регионе ожидается жаркая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов. Местами температура поднимется до 38 градусов. Из-за этого в области объявлен оранжевый уровень опасности. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по телефону прямой линии диспетчерской службы 8 846 231 00 63 или 112. Гандбольная «Лада» показывает стопроцентный результат на предсезонном турнире в Москве. У наших девушек две победы в двух матчах. Во второй игре турнира «Лада» обыграла звезду. В первом тайме «Толятинки» были сильнее 21-15. Итоговый счет всего матча 36-32 в пользу «Лады». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова